В начале данного видеоролика хочу вам всем прикидать канал под названием Game Reviews TVM. Ребята, это канал моего хорошего друга, парень очень старается, он снимает не просто обзоры, он снимает не просто лайвхаки, он, ребят, снимает самый настоящий взлом. То есть, если вам интересны взломы разных игр, обязательно переходите и подписывайтесь, ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе и сегодня, ребята, я вам расскажу, как же менялся наш любимый Блок Страйк. Кому не сложно, прямо сейчас поставьте лайк и я обязательно сниму продолжение. Ну что ж, поехали. Сама игра вышла 28 ноября 2015 года и это была бета-версия. В самой первой версии Блок Страйка было всего лишь три режима, а именно командный бой, резня и АВП. Также была мега ужасная графика. Еще хуже было меню, но еще хуже всего этого было открытие кейсов. Была всего лишь одна карта под названием Баст и самое странное для меня, это то, что, ребят, не было доната. Через месяц добавили карту Раст, добавили карту Наутс, добавили новое оружие АУК, так что АУГерам отдельный привет, и добавили показ урона. Буквально через 4 дня добавили 18 новых скинов. Некоторые из этих скинов игроки нарисовали сами и администрация просто реализовала их идею. Спустя 5 дней добавили новое оружие, а также добавили режим под названием Death Run. Оружие называлось Кроубар, но ребята его в дальнейшем просто-напросто убрали. И сейчас будет самая жесть. Ровно через 9 дней добавили зомби-выживание, добавили Охотник, добавили оружие П-90 и ФАМАС, также добавили 10 новых скинов. Блин, пацаны, почему сейчас нельзя с такими же темпами делать обновления? Вот раньше, не знаю почему, но обновления выходили гораздо, прям гораздо чаще и гораздо больше. Далее после этого, уже 17 января, после нового года, после всех праздников, добавили возможность игрока смотреть вверх и вниз, потому что ранее игрок мог просто двигать влево и вправо. Но теперь, с 17 января, наш блокстрайк уже начинает двигаться большими шагами вперед. Спустя пару дней добавили карту БАЗ 2х2, добавили карту Офис, добавили оружие Катана, добавили 7 новых скинов, исправили кучу разных ошибок, добавили оружие ТЭК, добавили новую карту 100 ХП и СИАЛ. И уже 25 января добавили еще много разных карт, например, Бэтл Форс, Лонг, добавили 12 новых скинов, добавили кнопку Кикнуть. Ну и как по мне, кнопка Кикнуть это самое крутое обновление за весь этот месяц, потому что, ребята, в то время было ох-ох-ох, как много читеров. Запомните этот день, 21 февраля 2016 года, вышло глобальное обновление версии 1.8.0. В нем перешли на Юнити 5, то есть это новый движок, лучше графика стала, дальше добавили новое освещение, добавили внутренние покупки, добавили возможность смены ника, добавили возможность покупать скины, добавили настройки меню и добавили отключение чата, и добавили новую карту Пул, добавили 4 оружия и добавили 47 скинов. А что было дальше, я вам, ребята, скажу, если вы прямо сейчас поставите лайк, и как только мы набираем 1000 лайков, я сразу же иду снимать продолжение. Ну что ж, всем вам большое спасибо за просмотр, обязательно подпишитесь, не забудьте, поставьте лайк, с вами был ваш Кентапака, всем удачи и всем пока.